Я с удовольствием поднимусь наверх с маленькой девочкой! Ты уверен? Уверен. Всё в порядке. Идеально. Всем привет! Вы на канале Девплей, и сегодня мы будем продолжать проходить... Некробористочку. Лайки, комментарии под этим видосом, и погнали! Это же безумие! Безумие! Эй, чё делать? А, боже, тыкнуть надо было. Чё-чё-чё-то он прихерял. Так... Не знаю, странно ли спрашивать, но... Все здесь? Мёртвые? Ага. Ты сказала, что это кафе для мёртвых людей. То есть, все здесь мертвы? Или в этом кафе для призраков есть и живые люди? А? Всё несколько сложнее. Не все здесь мертвы. Но таки... Но так как это одна из немногих остановок между миром живых и мёртвых... Нам... К нам попадает много таких, как ты. И... Именно поэтому плата так высока. Потому что вампиры, которые владеют этим местом, знают, что у нас большой поток гостей. Настоящие вампиры? Нет. Просто старикан из кучи бабла. А... Я таки думал. Итак, отвечая на твой вопрос... Сейчас здесь девять клиентов. Из этих девяти, включая и тебя... Я бы сказала, что четыре или пять просто зашли по пути на тот свет. А... Ты откуда знаешь? После того, как ты проработаешь здесь какое-то время... У тебя появляется своего рода... Шестое чувство... Появляется своего рода чувство... Блять. Шестое чувство на такие вещи. Понял. Кстати, о шестом чувстве. У меня есть еще одно... На беду. Ооо... У тебя есть два шестых чувства? Блин, ну офигенно. Привет, Эшли. Эшли была молодой девушкой, приютившей... Приютившей Мэдди. Приютшая пару лет назад. Почти... Так же, как щенок, подобравший игрушку с пищалкой. Она была невероятно умная, многообещающая гениальна. Но все же оставалась ребенком. И сегодня от нее сильно пахло машинным маслом. Вся правая рука была в нем. Мэдди знала, что позже ей придется оттирать это масло. И на лице Эшли была написана «Я непобедимый гений». В этом она была почти права. И Мэдди ненавидела это. Так, я знаю этот взгляд. Выкладывай. Что? Ты о чем? Ты мне зубы не заговаривай. Что тебе нужно на этот раз? Я занята с гостем. Да не обращайте на меня внимания. Я занята с... Сука... Гостем. Мне нужно, чтобы кто-то придержал пазы, пока я кое-что вкручиваю. Разве у тебя не остались... Хомуты? Мы же покупали тебе несколько на твой день рождения в прошлом месяце. Все они используются для других важнейших дел. Которых не было. Я почти уверена, что видела один наверху минут десять назад. Мне нужен помощник. Эшли. Я занята. Позже. Эй, возможно, я мог бы. Ну что? Боже, ну как тут можно противостоять? Я мог бы. Шлим. Ты не должна мешать мне работать. Мы ничего не добьемся, если будем бегать наверх, чтобы держать отвертки и спасать тебя от... От тебя ножей для стейка. О. Перед надутыми губками Эшли сложно устоять. Но со временем Мэдди стала невосприимчива к этой уловке. Эй. Облом. А. Как насчет шея? Он может мне помочь. Эээ. Он на кухне разгружает посудомоечную машину. Эээ. Ты знаешь. Ты знаешь... А. Ты знаешь ту посудомоечную машину, которую ты должна была разгрузить еще час назад. О. Хе. На самом деле, я был бы счастлив. Эээ. Почему бы мне не забрать этого парня? Ему все равно нечего делать. Он мертв. В натуре. Ээээй. Давай. Эээ. Шлим. У меня нет сил спорить с тобой. Я уверена, что он хочет отдохнуть. Смерть выматывает. Блин. Неожиданно. Кроме того, с твоими манерами. Боже, мы уже говорили об этом. Ты должна быть более уважительна к гостям. Пожалуйста. Я с удовольствием поднимусь наверх. С маленькой девочкой. Ха-ха-ха. Правда. Все в порядке. Мне все равно нечем заняться. И я очень мертв. Но я смирился с этим. Это я. Кишан. Очень мертвый парень. Ты уверен? Я могу просто отправить ее обратно наверх. Уверен. Все в порядке. Иначе бы я просто сидел тут и заноцствовал. Идеально. Ко мне, работничек. Нам предстоит кое-что сделать. Блин, мне уже страшно. В глубине души Мэдди знала, что не уделяет Эшли достаточно внимания. И это заставляло ее вести себя импульсивно. Она чувствовала себя чертовски виноватой. Но в то же время она понимала... Я понимал, что я, блин, забыл пофиксить вопрос со звуком. О, так должно быть норм. Она понимала, что не сможет решить данную проблему в ближайшее время. Ради них обеих она должна была работать над тем, чтобы сохранить кафе на плаву. Даже если это будет значить, что Эшли придется какое-то время разбираться со всем самостоятельно. И она знала, что была чертства, и ее внутренний голос прекрасно справлялся с задачей. Нашептывая ей жестокие вещи в момент эшзотешья. Надо же, тогда она должна была действительно задаться вопросом. Не было ли это? Знаешь, я думаю, нам нужно больше растений. А-а-а, черт возьми, а шай! Не подкрадывайся ко мне так, старый ублюдок. По-моему, он достаточно такой молодой ублюдок. Хотя, вероятно, это демон, так что... А, вампирша, вот, точно, да! О чем задумалась, Мэгги? Эм... Я задремала. Я выглядела так, будто думая о чем-то важном. Вполне. Ничего особенного. Просто мое обычное задумчивое лицо. А-а. На этот раз все иначе. То есть... Сейчас твое выражение напоминает мне тот случай, когда ты бросила вызов этому самураю-косплееру на кулачный бой. О-о-о. Ты имеешь в виду того, который ворвался, размахивая своей катаной из магазина подарков и требовал возмездия после того, как я сказала ему, что не сделаю кофе с крепостью в 15 чашек? То странное выражение лица? На что оно похоже? Естественная реакция человека, которому только что угрожали тысячелетней японской сталью. Тебе не нужно воспроизводить его. Моя память достаточно хороша, чтобы я мог его четко представить. Какое-то глубокое отвращение. Смешанное с оттенком жалости просто насмешкой. Ха! Это я! Что за настрой? Как же там красиво-то, блин. Ты в порядке? Ответь честно. Я в порядке. Это я на самом деле в порядке? Или у меня проблемы с осмыслением и или выражением своих чувств, и хотелось бы, чтобы разговор двигался в другом направлении. Последнее. Понял. Если ты захочешь выговориться, предложение все еще в силе. А пока... Извини. Я могу взять этот полотенчик? У меня мокрые руки. О! О, да, держи. Так. Ты просто мыл посуду руками или... Я могу... Я могу поклясться, что говорила Эшли выгрузить посудомоечную машину. Нет. Она сломана. Защелка в двери сломалась, так что нам придется позвать кого-нибудь, чтобы починить ее. В любом случае, я не хочу оставлять Эшли... Заставлять Эшли мыть посуду вручную. У нее может заржавить рука. О-о-о-о! Так что... Я сам помыл. Без проблем. Тогда понятно. Так что, в любом случае, нам придется заказать ремонт. Если только ты не хочешь доверить это Эшли. Я бы и сам позвонил. Но наш телефон перестал работать на прошлой неделе. У нас есть городской телефон? Ага. Древняя технология. Можно передавать звуки через физический кабель. Изысканный инструмент для более цивилизованной эпохи. Однако работает только если вы оплачиваете телефонный счет. Так, а теперь, по-моему, уже громковато. Боже. Как же сложно настроить. В каждой новой игре звук. Я не знаю, что будет дешевле отремонтировать посадомойку. Или просто купить эту. Купить новую. А эту отдать Эшли на запчасти. Затраты сопоставимы, учитывая обстоятельства. Учитывая обстоятельства. Эй. Не напрягайся. Переживания сведут тебя в могилу раньше срока. Эй, ты 50 лет копал ямы. Как ты можешь говорить мне о том, что я раньше времени выкопаю себе могилу, старик? Ох. Ох. Старик. Я хочу, чтобы ты знала, что мне едва исполнилось. Сто. Семьдесят лет. Типа того. Где же этот ложь? Это была середина эпохи золотой лихорадки. Все люди и даже их собаки были заняты рытьем ям. Единственное, что меня отличало от других, это то, что в конце концов, я начал выкопывать вещи куда более интересные, чем золото. Тьфу. Но ты ведь не откопал ни одного мобильного телефона. Мог бы получить преимущество, научившись работать с ними. Да, она же втюханная в него. Эй. Так. М? Я понимаю, что у тебя стресс и все такое. Но я думаю, что нам нужно в ближайшее время оформить заказ на кухонные принадлежности. Тьфу. Я знаю, знаю. Это еще одна вещь, требующая денег. Но у нас начинают заканчиваться столовые приборы. Они продолжают куда-то исчезать. Так что я не знаю, как долго мы сможем протянуть, если не заказывать. Тьфу. Я не знаю... Я не знаю, можем ли мы позволить себе эту ватам месяца. Просто, ты знаешь... Сейчас это все слишком дорого. Еще и кофейные картели продолжают повышать цены. Я не думаю, что два импортера, поставляющих на окраины, являются частью картеля. Они выглядят хорошими. Ты хоть раз говорил с ними? Судя по их ценам, они явно преступники. Это опт, твою ж мать! И мы продолжаем покупать у них? Ну да. Но зерна-то хорошие. Помимо качества зерен, все остальное меня напрягает. А-а-а... Да. В этом есть доля моей вины. Все в порядке. Не начинай. Я знаю, что дело во мне. Я просто должна понять, как все это оплатить. Все. И всех. Долг времени перед Советом Смерти. Это последнее, о чем я хочу сейчас думать. Я практически не сплю из-за этого. Эй, я здесь, чтобы помочь. Я беспокоюсь за тебя, понимаешь? За очень короткий промежуток времени на тебя свалилась большая ответственность. И я не могу не чувствовать себя немного виноватым за это. Я знаю. Да. Я знаю. И ты. И я не могу отблагодарить тебя в полной мере. Все в порядке. Держи себя в руках. Мы разберемся с этим, как и всегда. Я просто не хочу этим заниматься, понимаешь? Я понимаю. И я не хочу, чтобы ты чувствовала, что я слишком навязываюсь или вмешиваюсь. Я знаю, что эта кафа теперь твоё. И даже если сейчас слишком много всего навалилось. Я знаю, что уже говорил это, Мэгги. Но я не знаю, сколько у нас времени, чтобы разобраться со всем. Прежде чем всё начнёт разваливаться. Всё и так уже разваливается на части. В любом случае, в какой-то момент тебе придётся столк... В любом случае, в какой-то момент тебе придётся столкнуться с реальностью. О, боже, я знаю! Мне не нужно ещё и от тебя напоминание. Отвали! Совет не выходит из моей головы. Я здесь делаю всё возможное. Всё, что в моих силах, ясно? Ты что... То, что ты мой лучший друг. Мой старший босс и мой наставник. Не значит, что ты можешь поучать меня, как мне решать свои проблемы. Потому что это мои проблемы сейчас. Не твои. Ладно, ладно. Без проблем. Я оставлю тебя в покое. Пойду проверю, как там ошли. Давно я её видела. Она наверху. Затыщил оттуда гостя, говорили о зажимах или о чём-то в этом роде. Тогда мне точно следует их проверить. Скоро вернусь. Чёрт возьми. Он прав. Такова уж доля мужиков быть правыми. Нам нужно больше растений здесь, не так ли? Так что мы привяжем большой и старый нож для стейков. И заставим их драться друг с другом. Мне нравится. Это будет супер. И я хочу построить что-то, что попадёт на это тв-шоу Королевская рабобитва. О, кстати, я помню в детстве смотрел. Прикольная фигня. С огнемётами. Ты же не направишь его на этого маленького парня, да? Огнемёт? Наверное, нет. Но я хочу, чтобы ты записал бой на мой телефон, и мы могли бы отправить его продюсерам. Да, конечно. Давай прикрепим этот нож. Передай мне эти хомуты. Хомуты? И нож. Нож. И мой кофе. Ты уверена? Кто вообще тебе его дал? Кофе! Чёрт возьми. Чёрт возьми, пусто. Моя чашка пустая, Кишон. Мир уходит из-под ног. Может быть, это и хорошо, что твоя чашка пуста, а? Я думаю, что эспрессо в моей чашке должен переливаться через край. Я просто... Сколько чашек ты выпила? Слишком много, Кишон. Но разве кто-нибудь спрашивал Экара, сколько он выпил эспрессо? Это, блин, вообще к чему? Да, я читала книгу об Экаре. Он полетел к солнцу. Я образованный человек. Из-за лишней информации у меня были голова. Я думаю, что ты могла бы почитать немного больше об Экаре. То есть, там есть неожиданный финал. У меня нож Кишон! Никаких спайлеров! О-о-о-о! Никаких спайлеров! Обещаю! Хорошо. Я просто скажу привет. Может, она на этот раз не бросит в меня нож? Я бы не надеялся на такое. Кто знает. Привет, дети! А-а-а! Чужак! Ишон! Приятель! Дружище! Я попала! Не! Ам... Ты промазала. Проклятье! Но! Погоди! Ты его бросила специально? Исключительно специально. Угу. Я в порядке, кстати. О, это всего лишь ты. Было бы хуже, если бы это был кто-то еще! Хм... Наверное. Если только... Эти кто-то не были бы настоящими шпионами, пришедшими украсть моих роботов. Тогда это было бы хорошо. Я чувствую, что я распадаюсь на куски. О, нет! Она... Как? Что с ней? Что с ней мы узнаем уже в следующий раз. Вот такие вот делишки-детишки. В общем-то, на этом на сегодня все. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин